Благодарю вас, Академия. Основателя Викиликс Джулиано Ассанджа суд Лондона приговорил к 50 неделям тюрьмы. Его признали виновным в нарушении условий освобождения под залог. Семь лет назад, сразу после условно-досрочного освобождения, он скрылся в посольстве Эквадора и запросил политического убежища. Сам он сказал, что опасался экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь. Главный редактор Викиликс назвал приговор местью. Как редактор Викиликс, я считаю, что сегодняшний приговор просто возмутительный и карательный по своей природе. И это также не вселяет в нас веры в судебную систему Великобритании. «Это дело всегда было связано с риском экстрадиции в Соединённые Штаты. С 2010 года мы говорим, что этот риск реален. И теперь мы получили из США предварительный запрос на экстрадицию. Мы будем противодействовать этому запросу». В 2010 году две гражданки Швеции выдвинули против Ассанжа обвинение в изнасиловании. Ассанж заявил о своей невиновности и сам сдался полиции Лондона. Сначала следствие по делу прекратили, однако позже снова возобновили. При этом самого основателя Викиликс выпустили под залог. В 2012 году британский суд выдал ордер на его арест для выдачи шведским властям. После этого Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора. Там он оставался до 11 апреля 2019 года, когда власти Эквадора отказали ему в убежище. Между тем начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты. Там его обвиняют в разглашении государственных тайн. За это ему и может грозить смертная казнь. Субтитры создавал DimaTorzok